Радио страна, радио страна, радио страна, всё больше, больше страна. Извини, но я не в силах уйти, мои мысли окаменели, огнём горели. Мы, птицы, улетели, моё сердце опустело, просто нервы на претели. Над душами тут метели, я один в своей постели, только ты на самом деле не простишь меня. Прости, но я тебя не отдам, обидам и холодным ветрам. Нико-никогда, нико-никому я тебя не отдам. Прости меня как можно быстрей, прости, а если хочешь, убей. Нико-никогда, нико-никому я тебя не отдам. Извини, но я не в силах уйти, и оставить всё так, как есть, прыгнуть и улететь. Мои руки начертили, чертежи на мои крылья, только как летать забыли. Над душами тут метели, я один в своей постели, только ты на самом деле не простишь меня. Прости, но я тебя не отдам, обидам и холодным ветрам. Нико-никогда, нико-никому я тебя не отдам. Прости меня как можно быстрей, прости, а если хочешь, убей. Нико-никогда, нико-никому я тебя не отдам. Нико-никогда, нико-никому я тебя не отдам. Прости, но я тебя не отдам, обидам и холодным ветрам. Нико-никогда, нико-никому я тебя не отдам. Прости меня как можно быстрей, прости, а если хочешь, убей. Нико-никогда, нико-никому я тебя не отдам. Нико-никогда, нико-никому я тебя не отдам. Ну что, дорогие друзья, могу смело сказать, что у нас параллельно с просмотром клипа Алекса Малиновского происходит кастинг. Бэк-вокалиста, который прошла Валерия Майорова. Я прошла, да? Я молодец! Алекс Малиновский у нас в гостях, привет! Всем привет! Привет, Алекс, как настроение у тебя? Слушайте, ну отлично. У вас, кстати, очень такая позитивная атмосфера здесь, поэтому классно все. Ну мы стараемся. А ты до этого на какой-то политической станции, да, в видео? Да нет, ты знаешь, просто утро не всегда бывает добрым. Наверное, это тот случай сегодня. Нет, это не про нас. Мы сейчас тебя перепрошьем в наш формат. Рассказывай, говорят, какие-то хорошие новости, связанные у тебя с треком «Я тебя не отдам». Слушайте, да, ну вот вы знаете, хороший, хороший. Почему хороший? Потому что понятно, что каждый артист, наверное, занимается поиском своего хита. Вот мы надеемся, что мы его нашли. И, наверное, рейтинги, которые сегодня показывает наша песня, говорят о том, что да, все-таки мы его нашли. Потому что мы сегодня примерно десятые по стране, а среди русскоязычного материала мы побили просто огромное количество артистов. Ребята, простите, мы вас сделали. То есть вы физически их побили, да, и поэтому обошли? Они отступили. И физически в том числе. Просто так, чтобы не лезли. Все поняли? Вот не лезьте. Ну и хочется, конечно же, узнать предысторию этой песни, как она к тебе попала, кто автор. Вообще история удивительная. Почему? Потому что я, когда услышал демо этой песни, когда нам прислали на прослушку, я сказал то, что, вы знаете, я это петь не буду. Ну вот! Да. Потому что она мне реально не понравилась. Спасибо моим продюсерам опытным Николаю Баскову и Алексею Романову, которые сказали. Вот это тот редкий случай, просто они ко мне очень внимательно относятся, что я хочу петь, что мне нравится петь, что мне не нравится петь. И у нас такой очень с ними вообще адекватный диалог более чем. Но это вот тот самый случай, когда действительно, видимо, нужно говорить, типа тебя не спрашивают, ты будешь делать то, что тебе говорят, потому что ты артист, а мой продюсер. И спасибо им огромное за это. Потому что, да, действительно, впоследствии мы уже сели в студию с Алексеем Романовым, группой Винтаж, да, безизвестной. Да, 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 мы знаем. Мы очень сильно изменили песню. Для авторов, наверное, было удивление все-таки. Они такие, ух ты, как может звучать? Песня, да, потому что мы поменяли много текста, мы убрали много текста, мы очень сильно изменили музыку, гармонию. И, конечно, когда уже получился у нас такой финальный продукт, я влюблен сейчас в эту песню. И да, слава богу, что она есть у меня вообще в арсенале сейчас. А авторы потом пришли. А это наша, да, песня? Ну, хорошо, да. Она же на английском была. Она же на английском была изначально. Я думаю, что реакция у них была примерно такая, кстати. Ну и про клип. Клип тоже очень выразительный видеоряд. Девушка похожа на Киру Найтли, знаешь ли. Девушка, да, Лиза, спасибо тебе огромное, красавица. Это одна, прямо сейчас модель, топ-модель. От нас тоже спасибо, что вы похожа на Киру Найтли. Да, между прочим. История, история клипа о чем? Наверное, единственное, о чем я просил от своих продюсеров, чтобы не было никакого смысла в клипе. То есть вот эта вся банальная история, которая меня тошнит просто. Кстати, много исполнителей просят об этом. Но просто не все признаются. Нет, я просил. То есть для меня было главное одно, чтобы это была какая-то эстетическая картинка, что просто посмотреть и ни о чем не задуматься. Вот эта вся вот тошниловка о том, что встретились, разбитое сердце, полюбили. Ну реально уже вот прям, ну, ту мач. Запотевшее стекло, капли дождя. Да, 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 дождь, вот секс еще. Ой, ну о чем? Прям, ну мне кажется, уже такая изъезженная банальная история. Поэтому мне нравится, что здесь нет ни одного живого кадра. Здесь все построено на графике. Потому что для меня было большим сюрпризом вообще, потому что все снималось на зеленке. И, конечно, когда ты смотришь, я первый раз смотрел видео, прям с такой дрожью вообще в руках, в коленках. Думаю, блин, что же получилось? Алекс, давай мы сохраним интригу, еще поговорим о клипе чуть попозже. Сейчас прервемся и вернемся к беседе с Алексом Малиновским. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на десятом, а закончу на восьмом. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Я улыбка беззаботная с ямочками, а я путаюсь в мыслях беспорядочно. Подбираю слова к тому, что объяснить нельзя, но улыбается глупой ситуацией. Откуда ты свалилась мне на голову? Она была по ходу явно никакого. Не пойму, смеется над шутками или надо мной. Последний анекдот, и спрошу номер твой. На замерзших окнах я рискую твой портрет. Засыпая без тебя, я на ночь оставляю свет. Я на душам и в дневнике прячу мысли о тебе. Ты еще не знаешь, что Москва слезам не верит. Но если ты заплатишь, я буду рядом, поверь мне. На стене в твоем подъезде я пишу тебе письмо. Начинаю на тридцатом, а закончу на восьмом. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Я всегда буду с тобой. Она верит новостям на первом канале, Что в жди меня приходят те, кого искали. Любит читать Бродского в метро, В плырири она, а в душе нее. По ночному городу часами гуляли, Сутками на телефоне ни о чем отдали. Я просил ее остаться со мной. Она сказала, я всегда буду с тобой. На замерзших окнах я рисую твой побед. Засыпая без тебя, я на ночь оставляю свет. Я на душам и в дневнике прячу мысли о тебе. Ты еще не знаешь, что Москва слезам не верит. Но если ты заплатишь, я буду рядом, поверь мне. На стене в твоем подъезде напишу тебе письмо. Начинаю на десятом, а закончу на восьмом. Ты обычная девчонка, я не принц и не герой. Но я обещаю только, что всегда буду с тобой. Я всегда буду с тобой. Я всегда буду с тобой. На стене в твоем подъезде, я пишу тебе письмо. Начинаю на десятом, а закончу на восьмом. Я обычная девчонка, ты не принц и не герой. Но я обещаю точно, что всегда буду с тобой. Но я обещаю точно, что всегда буду с тобой. Но я обещаю точно, что всегда буду с тобой. Мы вернулись, друзья. Мы... Это Валерия Майорова, Алекс Малиновский, который у нас в гостях. и Кирилл Исааков по-прежнему. Ну и остановились мы на самом интересном, что время вот этих вот сопливых, любовных историй прошло. Почему? Ну, на мой взгляд, это абсолютно точно. Мне кажется, сейчас такое время, когда зритель вообще не хочет ни о чем задумываться. Это должен быть набор красивых кадров. Когда ты просто просмотрел, тебе понравилось и все. То есть, мне кажется, когда какая-то глубокая мысль, театральная игра, наверное, это имеет место быть, когда ты снимаешь сериальных хорошо и красиво, но, мне кажется, в большинстве случаев сейчас такая молодежь, которая, ну, это вообще, мне кажется, точная история не с сегодняшнего дня. А вот я просто сейчас хотела сравнить, да, задумку автора и видео, который, эффект, который производит видео. Я, например, когда смотрела вот эту вот уязвимость и текущие слезы, я подумала, ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот меня-то пробрало. Это женское сердце среагировало. Без тебя найдет, да? Глубокий режиссерский посыл. Я просто сейчас думаю, если нас слушают, наш телерадиоканал на съемочной площадке какой-то, ты сейчас сказал, зачем снимать эти истории, и сейчас такая группа съемочная. Ну, вот тебе надо. Вообще. Ну, все. Пошли, ребята, по-дамам. У нас, условно, есть режиссерская идея, на самом деле, очень интересная о том, что сегодня вообще сумасшедший мир, и даже для того, чтобы вспомнить какие-то прекрасные моменты, или, не знаю, все, что было там, какие-то трогательные, нам нужно погрузиться, опять-таки, в эту виртуальную реальность, поэтому как раз-таки надеваем виртуальные очки. Вот. Но при всем при этом, при всем при этом какого-то глубокого смысла, прям сильно глубокого смысла, в моем видео искать точно не нужно. Такая правда жизни сегодняшнего дня. Так, все, давай сматывай свои чертежи, Лера, вот эти вот графики. Три страницы вопросов про глубокий смысл, и это... Все, сматывай, это убирай. Все с нуля начинаем. Ну что, давай немножечко отвлечемся от темы. Да, просто. Вернемся, так сказать, к теме нашего эфира, поговорим просто о веселых каких-то историях. Мы обсуждали сегодня забавные названия заведений разных. Вот ты встречал когда-нибудь вот такое заведение, чтобы его вывеск сразу прям от тебя застал? Врасплох. Сейчас, мне кажется, вот здесь должно быть очень много пи в эфире. Я вот честно вам скажу, я в Тольятти видела рюмочную... Я туда не заходила, я мимо проходила, и она называлась «Вечный зов». Слушай, ну вот с этим не поспоришь. Рюмочная... Я вот, наверное, навскидку так сказать, что я что-то вспомню, наверное, сразу не вспомню. Просто потому, что в рестораны я хожу крайне редко. Дома готовишься? Ты знаешь, нет, ко мне приводят готовое питание. Потому что все-таки, да, я очень много внимания уделяю спорту. И как-то вот, ты знаешь, что поддерживать какую-то вот калорию... Короче, я замороченный. Это вообще такая долгая история, вообще не нашего эфира сегодняшнего. Тема калорий Алекса Малиновского. Это отдельный семинар. Поэтому я вот... А все, что касается улиц, наверное, я просто не очень внимательный человек вот к этому. Мне, ты знаешь, мне сейчас все пофиг. Поэтому я такой достаточно по жизни большой пофигист. Что там нарисуете, напишите. Наверное, мне это не сильно цепанет. То есть вот я точно, наверное, не жертва рекламных и маркетинга. И поэтому мне без разницы, если честно. Ну, ты знаешь, сейчас такая тенденция со странными названиями. Она даже в названии альбомов перекочевала. Вот взять «Моя Мишель», да? Какие громкие заголовки вышли. «Моя Мишель» выпустила 100. И все сразу хлоп-хлоп-хлоп. Ты не планируешь как-нибудь эдако назвать свой альбом? Вы знаете, а самое, что интересно, мы сами того не желая, у нас получилась такая крутая фишка в песне «Я тебя не отдам». Парадокс сегодняшнего... Вообще интернета подписывают песню «Не гони кота». То есть это реально, если внимательно послушать, «Ника-никогда, ника-никому», а слышится реально «Не гони кота, ника-никому». Я тебе так скажу, что у нас есть ведущая Вероника Романова, и она каждый раз дергается, когда слышит припев, потому что «Ника-никогда». Она думает, что ее зовут просто в эти моменты. Страна-ФМ Это телерадиоканал «Страна-ФМ». Валерия Майорова, Кирилл Исаков и Алекс Малиновский, которые дышат в микрофон. Доброе утро. Кстати, про ночь. Я всегда накануне интервью немножечко волнуюсь. А вот ты, когда идешь к журналистам, ты уже привычный? Слушайте, ну я не поверю, что... Хотя, может быть, вы готовитесь. Не знаю. Нет, что ты. А ты не готовился? Надо было. Мне кажется, Эчпрон всегда интереснее. Посмотрим, как ты будешь импровизировать на тему квантовой физики. Нет. Я ссори, точно не моя история. Есть у нас рубрика «Блиц». Быстро задаем вопросы, ты быстро на них отвечаешь. Вообще не думай. Можно я выдумать на этом месте? Нет. Нет, нет, выхода нет, как пела одна известная группа. Итак, поехали. Пенелопа-Круз или Каспийский груз? Пенелопа-Круз. Футбол в Польше или «Я не буду больше»? Можно без футбола вообще. Машина в стразах или марш-бросок в противогазах? Бывайте марш-бросок. Лада-Баклажан или Жан-Вальжан? Баклажан. Как приветствуют друг друга румыны? Вот так и приветствуют. Шиномонтаж или Сергей Гармаш? Следующий вопрос. Не-не-не, хватит использовать этот ход. Все, больше нет попадок. Бесплатный Wi-Fi или книжку читай? Книжку читай, однозначно. Хороший битбокс или полный ланчбокс? Ланчбокс вообще без вопросов, вы что? Ты же калории считаешь. Конечно, я же злой буду. Медленный интернет или отопление нет? Ой, нет, медленный интернет – это просто хана. Лучше без отопления. Да ладно! Ну и чем закончишь Блиц? Можно стишком, песенкой, звуком? На румынском заговорил Алик, друзья, в конце Блица. Это тоже весьма неплохо. Слушайте, ну вот и про еду, раз так много разговоров про еду, совсем здоровое питание ты предпочитаешь. Да нет, слушайте, ну да, хочется какого-то говна съесть, вы чего? Вот так! Такое тоже бывает, как говорится. На вкус и цвет товарищей нет, друзья. Скажи, пожалуйста, ну тогда ты делаешь упор на спорт, да? Ты фитнесом занимаешься, бегаешь, отжимаешься. Да, со спортом у меня вообще очень, прям на ты, и вообще очень серьезно, потому что как-то так получилось, что для меня артист – это тот человек, который несет какое-то, ну не знаю, должен быть примером, который должен нести какое-то созидательное что-то, да, то есть, опять же, быть примером подражания для своих поклонников. Прекрасен снаружи и внутри. Поэтому я не понимаю, когда выходят, ну, не знаю, там на сцену какие-то, ну, неопрятные, неподготовленные, поэтому не знаю, или просто я молодой, поэтому у меня на это еще пока есть силы, время и желания, и как бы, да, я хочу с собой олицетворять что-то здоровое и спортивное. Итак, дорогие друзья, подражайте Алексу Малиновскому, но не в плане гастрономических предпочтений, как мы поняли. Сейчас мы прервемся снова, и потом возобновим нашу беседу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтоб не проспать, завожу ее снова и снова Пускай весь мир подождет, мы останемся дома Открывай глаза, спящая красавица Поцелуй меня, ведь нам это нравится Победи моей, эта ночь останется Очень жаль, что этот кусок Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди На работу в девяти, зачем тебя я заводил? Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди На учебу в девяти, и тебе пора идти Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди На работу в девяти, зачем тебя я заводил? Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди На учебу в девяти, и тебе пора идти Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди На работу в девяти, зачем тебя я заводил? Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди На учебу в девяти, и тебе пора идти Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди Ты буди-буди-буди, пока крутишь бигуди Ты буди-буди-буди Действительно, эта страна FM вас не обманул, наш джингл Алекс Малиновский у нас в гостях Валерия Майорова, Кирилл Исаков продолжают вести Доброе утро Доброе утро Я проиграл в конкурсе на самое бодрое приветствие На самое быстрое приветствие На самое быстрое и бодрое Продолжаем беседовать Давайте про артистов Ты сказал, что настоящий артист должен быть здоров, свеж, светел, отлично выглядеть Ну ничего, так дико боюсь будущего Это просто строчки из касты У меня вопрос Вообще, самое важное качество для начинающего артиста И оборотная сторона этой медали Чего категорически нельзя делать начинающему артисту? Так, отвечая на первую часть вопроса Какая она была? Доброе утро Я помню Слушайте, ну наверное, первое, о чем нужно подумать артисту О чем он собирается отличаться Потому что на сегодняшний день такой выбор артистов Что ты должен быть каким-то уникальным Во-вторых, это все-таки опыт Его нужно нахвататься как можно быстрее Потому что без опыта Мне кажется, сейчас такой у нас жестокий зритель Который не прощает себе даже малейших ошибок И это сто процентов Это сто процентов только так Вот И, наверное, чего нельзя категорически делать А мне кажется, вот об этом даже думать не нужно Должен делать все, что ты хочешь делать У нас сейчас такая, мне кажется, тенденция Чем страннее, тем прикольнее Поэтому даже не нужно заморачиваться об этом Делай, что хочешь Тебя твой зритель найдет всегда В общем, берете костюмы из гримерки Филиппа Киркорова И читаете гангстер И, поверьте, это сработает сто процентов Отличная схема Про машины Про машины хотела я озвучить историю Это правда, что машины исцелили тебя от твоих комплексов? Как-то ты в одном интервью об этом сказал? Это тизер фильма «Трансформеры» Да, 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 да Нет, я понимаю, на самом деле, о чем вы говорите Да, действительно Мы росли с братом в Магадане О, господи, боже мой Я сам в это не верю Ну, ладно Магадан Да Я всегда был очень таким скромным, застенчивым, стеснительным мальчиком Несмотря на то, что у меня всегда была такая очень крутая семья Вот Но мы как-то проснулись один раз действительно на утром От того, что родители что-то набросили на кровати Что-то брякнуло Вот Мы с братом открыли глаза Поняли, что это ключи от машины Не то, чтобы они исцелили Но в любом случае, знаешь, это, наверное, такая вот детская, юношеская неправильная показуха Когда, о, я крутой, да вообще я пейс И у меня есть тачка Брякнули ключи, и батя такой сказал Так, идите движки переберите Да, да, да Поэтому нет, наверное, это, знаешь, такие старые мысли Конечно, это просто такой детский, детские понты Которые вообще в жизни, в принципе, не нужны абсолютно Слушай, ну, раз ты заговорил про Магадан Может быть, устроишь нам экскурсию по городу Неслучайно ты теребил сейчас листочки Да, это листочки с пейзажами для Магадана А что это? Скажи мне, пожалуйста Вы знаете, это Нагатинская бухта Наша, с одной стороны То есть у нас, с одной стороны, у нас есть Нюкля, Охотское море Это то же самое Охотское море, но это портовая часть Нагатинская бухта Достаточно, наверное, на мой взгляд, грязное место Я, честно признаться, не патриот своего города И по нему абсолютно не скучаю И скучаю только по природе, потому что природа уникальная Вот, это, наверное, краеведческий музей И я сейчас в шоке, откуда я это знаю, откуда я это вспомню Скрытые таланты Это краеведческий музей, 100% Это наш, собственно, единственный центральный городской парк Мам, дорогая, даже вот ностальжи у меня сейчас какой-то, ребят Ну и последнее, вот что это за здание Мы показываем Алексу картинки С изображениями достопримечательностей Магадана Алекс так быстро начал про все рассказывать Вот, наверное, это я не вспомню А я вспомню Это театр кукол магаданский Кто-то давно не был в Магадане А я вам хочу сказать огромное спасибо за ностальгию Потому что прям что не всплываем Если раннее утро это такое Да но еще, потому что все просыпаются То мы уже практически на поверхности Друзья, Алекс Малиновский в студии Валерия Майорова, Кирилл Исаков продолжают тут рулить утром И заручились серьезной поддержкой Алекс, есть у нас такая рубрика Время от времени мы ее проводим Она называется «Обо всем» Ох уж эти эксперименты, ну давайте Она называется «Обо всем», когда девушки приходят Мы просим их одну интонацию давать Когда мужчины, естественно, речь идет о брутальности Поэтому у нас сейчас рубрика Я даже не знаю Брутально обо всем Есть такой текст подготовленный Тебе нужно его прочитать максимально брутально Сейчас у нас будет соответствующая музыка И тебе нужно будет брутально максимально рассказать о том, что написано Мама, дорогая, господи, слушатели, простите меня за это Да Читаем, да? Да, да, да Чихуахуа, храбры, отличаются величественной гордостью и силой духа Все, без исключения Чихуахуа, крайне любопытны Питомцы могут часами наблюдать за своим хозяином, потому что преданы Эти собаки всерьез обижаются, если бы оскорбили их чувства неделикатным обращением Но в конечном итоге они всегда идут навстречу хозяину Пытаясь разрешить конфликт Предварительно Подувшись над человека И спрятавшись от него в своем домике К сожалению, иногда Чихуахуа тяжело переносят стресс В особенно трудные моменты они могут наделать Наделать лужу на полу из-за неконтролируемого ночи и спускания Какой карман Это на самом деле очень смешно Рок-н-ролл Крутые Захотелось я Чихуахуа завести, Алекс? Нет Можно я обойдусь без луж у себя дома А как вообще к домашним животным относишься? Кот Ну конечно, песня-то про кота Я его очень люблю Британец Жирное, ленивое создание Которое тварина жрет мне все провода То есть оставить провод, зарядку от айпада От, не знаю, от любого девайса Хана пиши пропало Потому что тут же все сожрет А итальянскую обувь жует? Нет К этому он равнодушен, слава богу Это повезло Слава богу А по утрам будет как? А румынский гарнитур портит? Это вот, видимо, вот это Это утренний в этой части, да? Нет, на самом деле он очень спокойный Опять же, я когда выбирал Я понимал, что мне нужен очень ленивый кот Который не будет меня лишний раз беспокоить Поэтому пока он не слышит, что я проснулся Он даже меня не трогает А у нас просто тоже мы на два лагеря разделены Это собачник у нас А я кошатница, да Все понятно Вот так вот То есть мне уходить? Нет, 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 что-то, что-то Ты начал говорить о том, что брат-близнец у тебя есть, да? Когда вам ключи от машины Да, да, пираты не спят Китайские подделки, да, тоже Ну, сейчас мама тебе от ата сделает Кто из вас круче? Слушайте, ну, наверное, все-таки я Наверное, все-таки я Потому что я как минимум старше На 15 минут? Нет, ты знаешь Маме делали кейсы в изучении Поэтому Райса у нас минимально Господи, достали его, достали меня Райса там в 3-4 секунды у нас Но так получилось, на самом деле Что он всегда за моей спиной Это однозначно В понедельник я приходил и поступал в институт за него В пятницу приходил и поступал за себя Первые два курса, пока нас преподаватели Абсолютно не различали А когда мы были помоложе Мы были значительно больше похожи Я первым заходил и сдавал всегда экзаймены за себя Последним за него И никто никогда не различал нас Хочу близняшку Отличная схема Это очень удобно Мне просто сегодня взнос за ипотеку А еще, знаешь, можно по одному абонементу в фитнес-центре заниматься И по подниму правам ездим до сих пор, да? Друзья, вот они, мы раскрыли махинационные схемы Алекса Малиновского Ну что, сейчас мы снова прервемся Потом мы, конечно же, обязательно вернемся И будем задавать вопросы Я устала любить пустоту Похоже, впервые За тебя никогда не умру Но, может, другие И мне не надо слов Будет легче так Догореться, мол, на солнце И я смогу без снов Только иногда Если хочется сердцу Я перепутала Думала, что любовь Но оказалось неправильно Я перепутала Думала, что любовь Я исключение исправила Я перепутала Думала, что любовь Но оказалось неправильно Я перепутала Думала, что любовь Я исключение исправила Субтитры подогнал «Симон» 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 Много мы сегодня говорили о том, что артист должен был быть уникален. Вот так вот, без лишней скромности. В чем твоя уникальность? Слушайте, сложно мне сказать. И, наверное, не хочется мне себя рекламировать. Скромность. Наверное, скромность. Хотя я, блин, наверное, излишне воспитанный порой бываю. Раздражаю самого себя этим. Просто ненавижу порой. Что говорить? Наверное, мне кажется, проще посмотреть. Пусть каждый зритель для себя найдет или не найдет вам ни что-то, что ему понравится. И посмотрим. Посмотрим. Посмотрим обязательно. И еще неоднократно. Наше время подходит к концу. Да, мы говорили до этого о Магадане. Сейчас сломал просто образ Магадана. Вот этот колыма. Сурового такого, да? Я очень воспитанный человек. Текст против хуахуа. В общем, друзья, Алекс Мулиновский у нас был в гостях. Человек, который рушит стереотипы. Наверное, вот так бы я резюмировал сегодняшнее интервью. Спасибо, что вы... Спасибо большое за настроение, ребят. И вне эфира мы еще подарки тебе подарим. Вот так вот. Друзья, спасибо вам большое, что все эти четыре часа были с нами. Алекс, спасибо, что пришел в гости. Спасибо большое, спасибо. Реально, вы очень крутые. Ребята, здесь очень классная атмосфера. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Прекрасное утро. Завтра с утра увидимся. Всем пока-пока. Пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok